Юрий Анатольевич, первый тайм получился, на мой взгляд, достаточно неплохим. Как вам? На мой взгляд, тоже. Особенно первые 30 минут были неплохие. В начале игры была, видно, контр-игра. У нас были подходы, у нас какая-то острота. Статистически 4 удара они нанесли, 4 удара мы нанесли. И был удар-створ. А потом постепенно все-таки они перехватили инициативу и за счет контроля мяча, за счет более активных действий, быстрых действий. Но нам пришлось прижаться немного. Сам счет 0-0 первого тайма, он давал какие-то эмоции девочкам положительные. Но вообще, второй тайм и начало со стандартных положений было, наверное, видно подавляющее. Не то, что подавляющее, но преимущество. Преимущество от датчан было. И в классе, и в исполнении было преимущество. Хватило ли силы у нашей команды сегодня? Или уже подсели в конце? Я говорю о 30 минутах, вот где-то 15 уже было сложно. Думаю, все-таки и конец сезона эмоционально, как бы такая нагрузка, которая выпала на девочек, она сказывалась. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки мастерство соперника сказалось на результате. Как вам показалось, психологическая команда сегодня не сломалась? Хорошо была готова? По мне так вообще, в плане психологии, мне кажется. В том, что, к примеру, там была боя соперника или еще что-то. Да нет, это по мне так вообще. Во всяком случае, я не увидел этой психологической зажатости какой-то. Что позитивного можно вынести из этого матча? Подумаем. Время еще есть. Можно еще раз пересмотреть. И, я думаю, возможен позитив. Даже при том кардинальном изменении задней линии, да, мы могли не позволять сопернику достаточно долгое время, в течение часа, поразить ворота. Есть интересные эпизоды, где за счет быстрой игры с мячом мы преодолевали прессинг. Мы доставляли мяч в зоне штрафной. Ну, и я думаю, что девочки тоже. Этот матч, он не такой получился, как матч с Бразилией, да, где вот как-то прям раскатали. Дальше посмотрю, могу рассказать. Сейчас долгий перерыв. Какие планы вообще на будущее? Что в следующей сборной ждет? Да никаких планов не строили. План был сыграть результативнее здесь, в Дании, в плане набора очков. А дальше уже все по ходу.